Всем привет, дорогие друзья! Были в ОКЕЙ. Сейчас в ОКЕЙ довольно-таки много скидок. И хочу сказать, что сегодняшняя закупка практически на 90% товаров весь по акциям и скидкам. Купила много. Вон у меня простыня. Вот такая вот и скидка составила аж 1439 рублей 74 копейки. Но начнем с самого главного и по порядку. Что у нас самое главное? Да кошки вечно голодные. Обратила внимание, что в ОКЕЕ очень хорошая цена на китикет. 9 рублей 99 копеек. Ниже цену на китикет я еще ни разу не встречала. И поэтому, конечно же, своим кошкам набрала говядина в желе, с кроликом в желе, с рыбой в соусе, с ягненком в соусе. 32 пакетика купила. Едят сейчас они много. По совету многих зрителей, решила купить кофе. Какой-нибудь другой вариант. Подороже, скажем так. Подороже на самом деле. Вот кофе Жордин. Арабика из Кении. Интенсивность вкуса тут вот как-то измеряется. Вот какая-то грудировка, троечка имеется. Я хочу сказать, что я попробовала этот кофе. Понравился, да. На самом деле вкус более такой благородный и приятный. Выпила чашку вторую. Вот сейчас допиваю. Вот хочу показать. Приятный очень кофе. И сыну моему тоже понравился. Сейчас скажу, сколько стоит этот кофе. Так, кофе Жордин Кении был по цене 159 рублей. А скидка составила 160 рублей. То есть в два раза дешевле. Обычная цена у него 320 рублей. Ну, вполне приличный кофе. Мне понравился. Когда заезжаю в ОК, всегда беру. Всегда это кофе-крема. Кофе-крема под маркой ОК. Очень нежный, приятный. На вкус и очень мне нравится. Стоил он 159 рублей. Скидок на этот кофе не было никаких. Но беру, очень нравится. Там был кофе-крема фирмы Нес Кафе. 90 граммов, 229 рублей. Получается дороже. Здесь упаковка 70 граммов, 159 рублей. Мне показалось как-то это. Что это цена ниже. Но кофе прям чудо какой вкусный. На скидках в ОК были овсяные хлопья. Из резанной крупы быстрого приготовления 500 граммов. Всего 29 рублей с копейками. Такой вариант. И, кстати говоря, здесь еще раз хочу подчеркнуть 500 граммов. И цена очень даже приятная. И также к хлопьи 4 злака. Быстрого приготовления тоже полкило. И такая же цена. Это очень хорошая цена. Не содержит сахара. То есть завариваем как обычно. Кипятком залили, посолили. Дальше добавили масло, если надо. То есть вот хорошая покупка. Довольно-таки выгодная. Были скидки на макароны Борила. Они стоили 54 рубля. Две упаковки. Вообще хочу сказать, что в магазине ОК можно купить хорошего качества макароны. По очень даже доступным ценам. Потому что беру неоднократно. На макароны знатные тоже были хорошие скидки. Они стоили 32 рубля. Макароны Федеричи. Тоже хорошая марка. 27 рублей. Но я что-то решила Борила взять. Давно не брала. Также постоянно, если есть скидки, беру вот такие вот макароны Паста Мания. Ракушечки. Очень мне нравятся ракушки. Такая форма. Просто супер. Стоили они 32 рубля. Тоже 32 рубля. Хорошая очень цена на эти макароны. И Байсат. Байсат это тоже макароны из твердых сортов пшеницы. Они стоили 27 рублей. Тоже всего-навсего. Очень хорошая цена. И макароны прекрасного качества. Из непродуктовых покупок. Сейчас быстро покажу и уберу. Потому что не с продуктами это надо показывать. Вот такая вот упаковище. На полтора литра. Доместас. XXL большая выгода. Максимальная защита. Защищает тот известкового налета. Густой гель. Лимонная свежесть. Убивает все известные микробы. Еще раз хочу показать. Объем 1500 миллилитров. И цена 159 рублей. То есть очень хорошая цена. Обычная цена его. Сейчас скажу сколько. Чтобы не соврать. Скидка на него составила 80 рублей. Ваня своей рукой выбрал такой вот подарок. Специально для ОК с Новым Годом. Набор кондитерских изделий. Новогодний подарок номер 14. Здесь у нас 225 граммов. Состав набора. Конфеты глазированные с мягким грильяжным корпусом. Паркур. Мини карамель с арахисом. Одна штука. Конфеты глазированные с фруктово-грильяжным корпусом. Фруктовый грильяж. Одна штука. И так далее. Мы откроем это все обязательно. Попробуем. Значит этот набор новогодний. Стоит 119 рублей. И скидка на него сейчас 30 рублей 90 копеек. Также для себя любимой на скидках взяла вот такой вот шоколад Эко-Ботаника. Эко-Ботаника горький шоколад с вишней экстрактом черники. 75 килокалорий в одной порции. 14 граммов. То есть в двух подушках. 100% натурально. Содержит природные антиоксиданты. Так. Ошибочка вышла. Здесь у нас сахар имеется. То есть вот этот шоколад явно не для меня. Мальчишки будут есть. Вот что значит не читать. Самое интересное лежал этот шоколад в том месте, где продается шоколад для диабетиков. Поэтому я взяла не глядя. Но шоколад с сахаром. Ну да ладно. Вот надо быть внимательным и читать хорошо, что берешь. Который раз сама себе это говорю. Мужикам своим взяла попробовать вот такой вот тульский пряник. Окей. Это со сгущенкой. Стоит 21 рубль 90 копеек. Объем 130 граммов. И второй вариант пряник тульский черно-смородиновый. Такая же цена 21,90-130 граммов. Мои мальчишки любят такое поесть. Неплохие скидки были на масло Слобода. Стоит это масло 69 рублей. Вообще хочу сказать, что масло в окее стоит дорого. И вот эта цена 69 рублей за литр, это оказалась самая низкая цена. Дальше там 72, 80, 99, 109 и дальше пошли и пошли. Цены выше и выше. Были сосиски молочные в Великолукинский мясокомбинат. Я их уже брала неоднократно. Мне они очень нравятся. Нежный, приятный, замечательный вкус. И в чем суть акции? Что цена за пачку 89 рублей, в том случае, если ты берешь две, то 80 рублей стоит одна пачка без скидки. Взяли финский сервелат, папа может. Вареная копченая колбаса. Масса 869 граммов. Колбаса стоит 554 рубля за килограмм. Скидки на нее не было никакой. Вот эта палка на 481 рубль 43 копейки. Нельзя сказать, что очень дешево. Но дети выбрали, сами сказали, хотим. Не смогла им отказать. Специально зашла в отдел с консервированными овощами. Что хочу сказать. Вокей все-таки дороговато. Все-таки дороговато. Взяла баночку оливок. Оливки без косточки. 300 граммов. Под маркой то, что надо. 44 рубля. И вспомнила про светофор. Что там, в принципе, есть 4, а то и 5 разных вариантов оливок. И у них вся цена не выше, чем 44 рубля. Здесь же 44 рубля. Вот единственная вот такая вот банка. Все остальное. 89, 90, 120 и так далее. И выше, и выше, и выше. В светофоре брала. Мне понравились. Они необычные. Я не знаю. Либо я в них не разбираюсь. Либо... Ну, не знаю я. Мне все одинаково. Для салатов. Новогодние салаты. Впереди также у меня и день рождения еще. Ананасы. Кусочки в легком сиропе. Здесь в банке 850 миллилитров. Произведено. Специально внимательно смотрела в Таиланде. И стоит такая банка. 134 рубля 99 копеек. Нельзя сказать, что очень дешево. Но, с другой стороны, объем такой хороший. И, в принципе, как я уже говорила, в окее дешевого нет ничего. Все банки стоят довольно-таки дорого. Также посмотрела на зеленый горошек. Глобус и Гринрей. Стоимость тоже нельзя сказать, что низкая. Зеленый горошек тоже оказался довольно-таки весь дорогой. Один стоит 57,99. Второй 54,99. То есть, точно так же дороговатая кукуруза. Я взяла вот такую, фрау Марта. Кукуруза особо сладкая для салатов. Здесь 310 граммов. И стоит такая кукуруза 44 рубля 50 копеек. Скидка на нее составила 9 рублей. Но баночка такая, неполноценный объем. Обычно 400 граммов. А это вот здесь 325, что ли. Обратила внимание на шампиньоны. Шампиньоны тоже все очень дорогие. Начиная с 80, 90, 100, 120 и выше. И обратила внимание на то, что если это, допустим, подешевле, там какие-то были банки, то все произведены в Китае. Вот эта банка хороший сезон. Хороший сезон. Шампиньоны резаные. Объем 420 миллилитров. Номинальная масса 400 граммов. Номинальная масса 400 граммов. Произведено в Беларуси, в городе Бресте. И тут цена более-менее приличная. Сейчас скажу. 86 рублей. Вот эти шампиньоны стоят 86 рублей. А вторая банка 129 рублей стоит. Вот эти вот шампиньоны. Но тут производство уже, сейчас скажу где. Изготовлено в Нидерландах. Еще раз говорю, все остальное, вот шампиньоны, цена, которая вот очень нравится, на самом деле произведены в Китае. Рука почему-то не поднялась их взять. Купила вот такую вот баночку сметаны. Здесь 400 граммов, 15% жирности. По цене 54 рубля. Очень хорошая цена и вкус. Прям мне очень понравилась эта сметана. Сейчас посмотрим, кто изготовитель. В Татарстане, в городе Набережная Челна сделана. Очень вкусная. Мне прям сильно понравилась. И очень хорошая цена. Хочется уже овощей. Я давно не ела огурцы. А так как собираюсь и салатики поделать, попробовать разные варианты к Новому году. И так вот поесть очень хочется. Эти огурцы стоят 69 рублей, 99, ну 70 рублей за килограмм. Здесь у нас килограмм 100 граммов на 81 рубль. Вот такие вот огурчики. Так, вроде неплохие, но попробуем, посмотрим. И взяла еще помидоры. Южные овощи. Томаты бакинские. В упаковке 500 граммов. Вот они такие плотненькие. Тоже соскучилась по томатам. И стоят они 79 рублей. Давно не покупала хлебцы. Соскучилась по ним уже. Вот хлебцы молодцы. Цена такая же не меняется. 44 рубля. Взяла для себя любимый. Три упаковки. Дома есть, наработали брать. За 29 рублей вот такие вот фитнес-лайн энергия железо плюс. И вот такие вот фитнес-лайн иммунитет витамины плюс. Та же фирма хлебцы молодцы. Нет, муки самое главное. Вкусные. Я вот на работу приношу. У меня девчонки говорят, что это такое ешь? Что это у тебя такая за ерунда? Пробуют все и говорят, ну надо же, вкусные какие. Вот и цена очень-то и недорогая. Довольно. Там же взяли хлеб. Вот такая вот буханочка. 23 рубля 99 копеек. Там же выпекают. Свежий-свежий. Здесь 400 граммов. Монастырский называют. Купила бездрожжевое тесто слоеное. Здесь 1 килограмм. Три толстых таких хороших пласта. Это я вот уже руками пощупала, посмотрела. Килограмм. Стоит 99 рублей. 90 там копеек. Ну короче 100 рублей практически. Раньше морозка часто очень покупала. Всегда было хорошего качества. И цена такая, ну средняя, скажем так. То есть полкило 50 рублей. Если 400 граммов, то значит 40 рублей. Вот в светофоре я покупала. Конечно, гораздо дешевле получается. Там 400 граммов 23 рубля. В принципе и неплохо. Ну вот решила взять такое тесто. Попробовать их печь. Язычки моим очень понравились. И Ваня ел с удовольствием. Поэтому решила взять тесто получше, подороже. Буду печь. Как нравится. Ну и последнее. Пельмени Цезарь. Также были на скидках. Эти называются смешным словом бараньи. Пельмени бараньи. Хотя бы из баранины. А то вот прям бараньи и все тут. 249 рублей. И скидка на них составила 275 рублей. Конечно, не знаю, как этому верить или нет. Но на самом деле пельмени вот эти очень вкусные. Брали и берем не первый раз. Всем моим нравятся. Мясные, вкусные, хорошие пельмени. Дорогие мои. На этом, собственно говоря, все. Это все, что мы купили. Потратила, как я уже говорила, приличную сумму 4138 рублей. И скидка составила 1439 рублей. На этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. И удачных покупок.